Привет город! В студии с вами я Виталий Игнатов и команда Сигмы. Новости минувших выходных и этого понедельника смотрите в нашем выпуске. Мы начинаем. За прошедшие выходные в округе коронавирусом заразились 109 человек. В Салихарде не стало женщины, а в новом Уренгое мужчины. На 15 февраля в регионе выявили 51 новый случай коронавируса. Выздоровели 109 пациентов. В суточном топе лидирует Ноябрьск. Там 9 новозаболевших. В новом Уренгое заразились 4 человека. В больницах округа 19 человек находятся в тяжелом состоянии. Один в крайне тяжелом, 4 пациента на ИВЛ. Также есть один погибший. В Ноябрьске не стало 69-летнего мужчины. Врачи сделали все возможное, но вирус оказался сильнее. В России ситуация с COVID-19 сложилась так. Более 14 тысяч заболевших. Погибло около 400 человек. На поправку пошли почти 14 тысяч пациентов. Тем временем в новом Уренгое продолжается сокращение коек для больных коронавирусом. Ситуация в округе стабилизируется. В городе эпидобстановка позволяет свернуть места для ковид-пациентов. Так, на минувшей неделе в городской больнице закрыли 10 коек. Сегодня из 150 мест занято 121. Если тенденция сохранится, 16 февраля сократят еще 20 коек. При этом все службы больницы готовы к внезапному ухудшению эпидситуации. Необходимым оборудованием и лекарствами больница обеспечена в полном объеме. Злободневная тема с бездомными животными снова в центре внимания городских властей. Как и где разместить всех дворняжек? Подробности расскажем в сюжете. Работы в приюте много, а сотрудников мало. В штате 5 человек. Они ухаживают за животными. Отловом же занимаются трое. Помимо этого есть и добровольцы, которые регулярно помогают животным и приюту в целом. Таких 20. Но даже и этого мало для таких объемов работ. Вопрос с бездомными животными на особом контроле и в администрации города. Главная проблема приюта в размещении животных. Мест не хватает. Сегодня у них содержится 209 собак. При этом их количество ежедневно растет, а вольеры уже переполнены. Наша территория, которая была ранее освоенная, она, к сожалению, не может всех вместить животных, чтобы достаточно там было вольеров, чтобы достаточно были выгульные, которые требуются непосредственно. Потому что каждый раз, когда к нам приходит ежепортальная прокуратура, все требует, что у нас по площади не хватает выгульных. Уже летом в Новом Уренгое на западной промзоне начнут строительство нового современного приюта для животных. В нем появятся специальные боксы, ветеринарный пункт и площадки для выгула. Такое пристанище рассчитано на 300 собак и 300 кошек. Проект уже готов и определен участок площадью более 140 соток. Дело осталось за малым. Подготовить документы для общественных обсуждений. А до этого времени животные должны как-то жить и чем-то питаться. Мы забираем, что можно своими силами. Что на территории города, что доступно. Кто-то там в личном транспорте привозит. Но, опять же, мы не хотим подводить ни организации, ни людей, чтобы эти отходы скапливались. Мы откладывали забор на потом. Поэтому проблема большая в доставке у нас. Подкармливают животных приюта как организации и предприятий города, так и просто люди. Тем не менее, потребность в питании все же есть. Андрей Воронов поручил своим заместителям решить и этот вопрос. Также администрация рассматривает дополнительный участок для содержания животных, чтобы хоть как-то помочь северным обитателям до окончания строительства полноценного приюта. Напомню, что усыпление бровячих собак запрещено. После отлова их стерилизуют, маркируют и выпускают обратно. Заявки на отлов собак принимаются по номерам, указанным на ваших экранах. Элина Солбаева, Вероника Самошкина, Андрей Тихонов, телерадио компании «Сигман» для НУР-24. Где живет любовь, а где просто хорошо живется? Ответы на эти вопросы в исследованиях экспертов. Подробнее расскажем в коротком обзоре. Началась самая длинная рабочая неделя в году. Россиянам предстоит потрудиться шесть дней. Отработать на один день больше предстоит из-за Дня защитника Отечества. При этом в связи с праздником последнюю рабочую неделю февраля сократили до трех дней. С 24 по 26 февраля. В нашем округе выросло качество жизни за последний год, выяснили аналитики. Так, по итогам 2020 года Ямал занял 11 место, поднявшись на строчку вверх. В тройку лидеров с большим отрывом вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Главными критериями для оценки стали уровень доходов населения, занятости, рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия и прочее. Известный композитор и исполнитель Игорь Корнилов отправится в гастрольный тур по округу с 12 по 21 марта. В Новом Уренгое концерт пройдет 15 марта. Певец представит ямальцам новые композиции на русском и итальянском языках. В программе «С любовью к северу» прозвучат и давно знакомые ямальским слушателям песни о северном крае, о его жизни и людях. Ко дню всех влюбленных эксперты подсчитали индекс любви в регионах страны. Наш округ вошел в топ-3 самых любвеобильных. Исследованием занялась компания «Бренд Аналитикс». Результаты показали соотношение любви и нелюбви в соцсетях, проанализировали более 800 тысяч сообщений, среди которых 82% о любви, а в основе 17% лежал негатив. Поменьше о приятном говорят в Магадане, Республике Саха, Москве и Петербурге. Специалисты отметили, что эти города традиционно находятся в конце списка. Обзор подготовила Лала Гасанова, радиокомпания «Сигма» для НУР-24. 12 февраля скончался новоуренгойский певец и композитор Владимир Кондратович. Заслуженного деятеля культуры Янау не стало на 61-м году жизни. Причиной называют последствия коронавирусной инфекции. Почти 40 лет своей жизни композитор посвятил новому уренгою. Голосом Кондратовича поют документальные фильмы «Нас водила молодость», «Газовая столица». Им написано и исполнено более 100 песен об округе и о подвиге первооткрывателей. Редакция НУР-24 выражает соболезнования родным и близким Владимира Кондратовича. 11 февраля группа компании «Сигма» провела ежегодное мероприятие «Человек года». Неудивительно, что новость об этом попала на первую строчку рубрики «Начитали». Всех читателей интересовал вопрос, кто же стал тем самым «Человеком года». Если вы еще не в курсе, то сейчас мы все вам расскажем. 11 февраля в городском дворце культуры «Октябрь» прошло торжественное награждение всех, кто в этом году в первую очередь отличился своим героизмом. За свой непосильный добросовестный труд награды получили врачи, волонтеры и те, кто, невзирая на последствия, проявил отвагу. «Человеком года» стал полицейский Муслим Атаев, спасший двух детей из пожара. Полный список номинантов смотрите на НУР-24. В ТОПе оказалась и новость про микрорайон строителей. Жители неоднократно жаловались на большой поток машин в часы пик. Такой результат принес перекрытый участок дороги на улице Железнодорожной. Администрация проблему решила быстро. Как? Читайте на нашем сайте. Активно на третью строчку северяне начитали и ДТП, которое произошло ранним утром на проспекте Ленинградский. Возле газодобытчика столкнулись Ауди и Хендай. Есть пострадавшие. Их доставили в больницу. Еще одна авария в Новом Уренгое привлекла внимание читателей. Грузовик с полуприцепом, съезжая с главной дороги, не уступил автобусу, который двигался прямо по главной. Но на этом происшествия в этот день не закончились. Позже произошло массовое ДТП. Подробности читайте на НУР-24. Не обошлось в Новом Уренгое и без пожара. Сгорел автосервис с автомобилем, который находился внутри. Огонь уничтожил всю технику и помещение. Машина восстановлению не подлежит. К счастью, пострадавших нет. Даже в юном возрасте можно заработать себе уголовное дело. В Лабытнанге полицейские поймали 17-летнюю интернет-мошенницу. Девочка продала несуществующую обувь, за что пока получила подписку о невыезде. Новость заняла шестую строчку, начитали. Валентинки – только холодинки. Новорингойский дизайнер ко дню всех влюбленных разработал особенные валентинки. Их главная особенность в том, что смысл поймут только жители нашего города и никто больше. Креативно и со вкусом. Хотел быть грузчиком, а едва не стал наркоторговцем. Так мужчина из Ноябрьска откликнулся на необычную, как оказалось, вакансию грузчика в интернете. Соли, спайс и кристаллы – вот что представляла из себя вакансия в реальности. Подробности в разделе «Криминал». Кирилл Перемяков, Вероника Самошкина, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. В минувшие выходные Управлению культуры администрации города Новый Уренгой исполнилось 40 лет. Как культурно развлекались жители газовой столицы 80-х? И как развивалось это направление в нашем городе, расскажем в сюжете. Они действительно работали, они создавали историческую стройку в этом месте, создавался город. И понятно было, что люди не только работали, но и отдыхали. 40 лет назад, в середине февраля 1981 года, при Новорингойском горосполкоме создали отдел культуры. В это время в городе появилась и первая библиотека. Самым главным культурным событием в 1981 году стало открытие первой библиотеки, которая находилась в районе поселка. Это грандиозное событие. И комплектование книг в эту библиотеку производилось со всей страны. К нам привозили книги, нам дарили книги. Это сейчас. У всех жителей газовой столицы есть интернет и сотовые телефоны. А информация о происходящих в мире событиях доступна каждому. Но тогда, в 80-е, все эти функции возлагались на храм книги. Здесь же можно было потанцевать или отметить день рождения. На открытии нашей библиотеки 12-го 1979 года у нас были и летчик-космонавт Виталий Севастьянов и знаменитая поэтесса Людмила Щепахина. Все советские звезды, от космонавтов до писателей, считали своим долгом посетить библиотеку на Крайнем Севере и оставить свой автограф, вспоминает Людмила Федоровна Минникова. Женщина продолжила дело своей мамы и тоже стала библиотекарем. Помнит, как всей семьей переехали жить на Ямал. Это было 8 февраля 1983 года. Я, мой младший брат, мама, мы прилетели, где нас уже ждал. Папа здесь встречал. Старый аэропорт, морозы. Ну, этот день вот запомнился мне. Я как раз учила 7-й, 8-й, 9-й классы. И вот ей приходила в библиотеку, помогала. Потому что, поскольку я училась в первой школе, недалеко была наша библиотека имени журнала «Смена». Поэтому я была частым посетителем в качестве помощника. Выпускница музыкального училища Елена Лазутина приехала в Карачаево, тоже будучи совсем юной. В 1988 году в гости к родителям. А в итоге осталось на 30 с лишним лет. Половину из них она руководит Центром культуры и досуга «Магистраль». Сюда мы приезжали все молодые, амбициозные. И Крайний Север, по-моему, было как раз то время и то место, где можно было воплотить свои безумные какие-то идеи. Была возможность карьерного роста. И было настолько здесь интересно, несмотря на то, что очень скудная была материально-техническая база. Тогда было по одному инструменту на всех детей. Один аккордеон, один баян и в качестве исключения два фортепиано. Сегодня же магистраль оснащена лучшей техникой, а национальные коллективы известны им далеко за пределами округа. В 1984-м в Новом Оренгое появился свой музей. В город приезжали агитбригады и агитпоездам. Постоянно устраивались передвижные выставки. Министерство культуры РСФСР передало в фонд галереи 29 картин московских художников. Несколько работ выделила Тюменская областная картинная галерея. В 90-е местом притяжения новоуренгуйцев становится ГДК «Октябрь». Спектакли, концерты и все самые яркие культурные события проходят здесь. «Октябрь» разрешил проблему нехватки зрительских мест и сценических площадок. Именно строительным подвигом я смело сегодня могу назвать реконструкцию в 1995 году кинотеатра «Октябрь» в одноименной городской дворе скультуры, когда невозможно короткие сроки была выполнена эта грандиозная работа к 25-летнему юбилею Нового Оренгоя. Правда, к сентябрю 95-го строительная покраска не везде высохла. И Валерию Леонтьеву пришлось чистить сценический костюм. И запах от подкраски еще долго не выветривался. Но все это было мелким. По сравнению с восторгом новоуренгуйцев, почувствуешь себя столичными зрителями. Надежда Бабкина, София Ротару, все, кто на то время были на плаву, это для них даже считалось своего рода делом чести. Мне даже трудно сказать, кого я не видела. Одного только самую нашу яркую звезду Валерия Леонтьева я видела около десяти раз. Он приезжал в наш город часто, он любил этот город. Сегодня Управление культуры объединяет семь структур. В них работает свыше 650 человек. И каждый придумывает что-то интересное для развития города. Ведь давно понятна, творческая жизнь согревает сердца жителей севером. Юлия Пегушина, Денис Галкин, Феликс Расихин, Андрей Тихонов. Телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Распан Интернешнл торжественно принял в свои ряды молодых специалистов. Посвящение прошло онлайн. Подробнее о мероприятии расскажем в нашем сюжете. Мы первый раз на платформе онлайн провели посвящение в газодобытчики. И на самом деле мы не ожидали такого эффекта. Мы не ожидали такой обратной связи. Причем обратной связи позитивной от молодых специалистов. Все ограничения и запреты, связанные с пандемией, отразились не только на жизни каждого человека, но и на работе организаций. Вторгся коронавирусу в культурные мероприятия. Но пути для теплых встреч все же нашлись. Так в Распан Интернешнл впервые традиционное посвящение молодых специалистов газовики прошло в онлайн формате. Использовался различный интерактив. В том числе была создана маска в Инстаграм для посвящения молодых специалистов, которой ребята активно воспользовались. На мой взгляд это говорит о том, что Распан динамично развивается и идет науку со временем. В этом году к Распану Интернешнл присоединилось 38 молодых специалистов. Новобранцы дали клятву добросовестно трудиться. Также в торжественной части всем участникам вручили виртуальные сертификаты. Завершился праздник интеллектуальным сражением. Я боялась, что я не впишусь в коллектив, что какие-то мои знания будут неактуальны. Меня спросят, я не отвечу. Но благодаря моему коллективу, у меня очень дружный коллектив, я очень рада им. Они помогли мне влиться, мои коллеги по сей день отвечают на все мои вопросы, какие бы они ни были. В компании Распан Интернешнл очень хорошо развита такая деятельность по развитию молодых специалистов. Несомненно, школа является начальным звеном многоступенчатой программы подготовки будущих Роспановцев. Программа «Школа-вуз-предприятие» предполагает непрерывность школьного и послешкольного образования в лучших вузах страны. Также она дает преимущество при приеме на работу. На начальном этапе огромный вклад для новичков носят их наставники. Они помогают приспособиться, вникнуть во все нюансы и процессы деятельности. Мы стараемся выбирать специалистов с профильным образованием. Естественно, есть процесс обучения. Помимо программы молодых специалистов, у нас есть специальные курсы. Компания их оплачивает и повышаем профессионализм сотрудников. В первую очередь оцениваем базовые компетенции, которые им в процессе учебы дала наша программа «Школа-вуз-предприятие», когда мы их готовили в 10-11 классах, в Роснефть-классах, и базовые знания, теоретические знания, которые им дал институт. Вот с уверенностью можно сказать, что сегодня они в любом случае не отстают от молодых специалистов, которые уже являются участниками программы. В Новом Уренгое профильный Роснефть-класс базируется в третьей школе. Именно оттуда выпускаются будущие газовики. Вероника Самошкина, Андрей Тихонов, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.